В эфире Кунгурского телевидения, программа «Город новостей». В студии Дарья Гребнева. Здравствуйте. В начале выпуска о финансовом мошенничестве, которое провернуло главный бухгалтер управляющей компанией Домоуправления номер 6+, используя свое служебное положение, женщина присвоила сумму более 300 тысяч рублей. Городская прокуратура в ходе проверки организации выявила, что используя свое служебное положение, женщина допустила незаконную растрату средств, которые были перечислены жителями в счет оплаты коммунальных услуг. В отношении главного бухгалтера предприятия возбуждено уголовное дело. Предварительное следствие закончено. Дело с обвинительным заключением направлено в суд. Через несколько лет в России могут появиться электронные дипломы и аттестаты. Информацию обо всех учащихся можно будет найти в единой информационной системе «Контингент». Однако жизнь у электронных дипломов будет короче, чем у бумажных. Данные о школьниках и студентах будут гарантированно хранить всего 25 лет. Допустим, вы в 17 лет окончили школу, а в 22 вуз. В таком случае, когда вам исполнится 42, данные о вашем среднем образовании из контингента исчезнут, а к 47 о высшем. При этом информация будет храниться 25 лет с момента внесения последнего изменения. Как сообщил известием директор департамента проектов по информатизации Минкомсвязи Олег Качанов, далее цитата, «С вероятностью близкой к 100% за это время человек будет где-то учиться или доучиваться. Соответственно, срок хранения информации сдвигается». Конец цитаты. С одной стороны, это хороший стимул периодически повышать свой уровень знаний. С другой стороны, перевод данных об образовании в онлайн должен минимизировать фальсификацию аттестатов и дипломов. Остается лишь одна существенная загвоздка в грядущем нововведении. Если данных о человеке в системе не окажется, могут возникнуть проблемы с устройством на работу, ведь сменить ее граждане могут в любом возрасте. В инициативе еще много спорных моментов, которые пока обсуждаются законодателями. Наша телекомпания, в свою очередь, провела опрос среди кунгуряков в социальной сети ВКонтакте. Более половины горожан высказались против электронной системы «Контингент». В это воскресенье в городе пройдет первенство кунгура по подледному лову рыбы. Центром притяжения рыбаков традиционно станет река Сылла в районе деревни Насадка. Заявки на участие в первенстве принимаются в судейской коллегии за час до начала соревнований. Первенство командное, поэтому состав рыбацких групп должен быть не менее трех человек. Победителем соревнования станет команда с наибольшим уловом. Конкурс будет интересен не только профессиональным рыбакам и любителям, но и простым кунгурякам, приехавшим поддержать участников. По окончании соревнования они смогут отведать вкусную уху из выловленной рыбы. Мероприятие обещает быть интересным. Организационные моменты сегодня обсудили члены аркомитета соревнований. Мы задействуем клуб поселка Дальнего и наши специалисты отдела спорта. Мы понимаем, что ресурс клуба поселка Дальнего – это озвучивание мероприятия, то есть сценарный фотоорганизация начала всего этого дела, ну и культурно-известительная программа. Со стороны отдела спорта мы оказываем содействие в приобретении тех призов, которые у нас будут вручаться победителям, ну и общее укорирование вопросов по спортивной части. Напомню, соревнования пройдут 19 марта в 10 часов утра. Регистрация участников за час до начала соревнований. Первая Кунгурская радио и театр молодежи проведут благотворительный концерт в защиту детей Донбасса уже в это воскресенье 19 марта. Таким образом, наш город присоединится к всероссийской акции «Хватит убивать». Напомню, она была организована телекомпанией РЕН и пятым каналом в феврале этого года. С организаторами и рок-музыкантами нашего города встретилась и наша съемочная группа. Тысячи россиян, известные люди, спортсмены и рок-музыканты нашей страны уже поддержали не просто хэштег «Оппозицию хватит убивать». При поддержке телеканала РЕН и пятого канала 10 февраля был организован телемарафон с участием рок-групп. Все врученные средства были переданы в детские дома, сады и школы Донбасса. Идею поддержать всероссийскую акцию «Хватит убивать» в Кунгуре первым озвучил гитарист рок-группы 1663 Руслан Шатилов. Инициативу подхватили первое кунгурское радио и городской досуговый центр театра молодежи. Ну вот все-таки наша-то задача как музыканта в первую очередь показать, что регионы солидарны с той позицией, с той идеей, которую изначально вообще начали пропагандировать организаторы всероссийской акции «Хватит убивать». Потому что если вдуматься, на самом деле война – это страшное дело, и бомбы, и пули, они не выбирают, кого убивать. И это, конечно же, печально, и об этом нужно говорить, что на Донбассе в первую очередь гибнут дети. Концерт «Хватит убивать» пройдет в нашем городе 19 марта в Театре молодежи в 13 часов. На сцене выступят Эдуард Пехтовников, Александр Зотов и Кунгурский рок-клуб группы 37 и 7Т, «Неприемная дочь» и 1663. Все собранные средства с концерта в Кунгуре будут переданы в фонд «Справедливая помощь». В настоящий момент Совет ветеранов боевых действий и братства в лице председателя Дмитрия Новокрещеных уточняют механизм перевода средств для того, чтобы каждый рубль дошел до детей Донбасса. 19 марта в нашем городе будет проходить благотворительный концерт «Хватит убивать» в помощь детям Донбасса. Наша задача состоит в том, что собранные деньги будут перечислены через наш расчетный счет на счет фонда «Справедливая помощь» в городе Москва. Организаторы призывают не оставаться равнодушными и поддержать акцию «Хватит убивать» билеты на концерт можно приобрести уже сейчас в кассах Театр молодежи. В городе стартовала неделя православной книги. В последующие дни кунгуряков ждут акции, концерты и мастер-классы. Особенность всех этих мероприятий в православной и семейной тематике. Вот и первая акция для детей с ограниченными возможностями здоровья, напрямую связанная с христианской культурой. Мастер-класс «Письма славянская узорчатая вязь». Ребятам предложили раскрасить узорные буквы и старинные азбуки. Такое занятие многим пришлось по душе. Ну а пока дети занимаются творчеством, для их родителей провели другой мастер-класс. Хозяйкам рассказали о пользе различных сортов натурального чая. Особое внимание уделялось местным ингредиентам, таким как ягоды и листы смородины, шишки можжевельника и кисти рябины. Рябина красная, недаром ее птички тоже любят. Я люблю, что там кладут женские кладуты. Кажется, рыжая она кисловато, а красная она красная. Вам организм уже подсказывает, какая вам будет вкуснее, какая вам больше подойдет. То есть мы прислушиваемся, мы учимся прислушиваться к нашему организму на запах, на вкус, на внешнее даже восприятие. Помимо таких встреч для жителей Кунгура подготовлен ряд других интересных мероприятий, среди которых показ фильма Павла Лунги «На остров» и проведение Дня русского первопечатника Ивана Федорова. Мастер-классы, полепки фигур, ангелочков и постановка спектаклей для семейного просмотра. Сказка о потерянном времени и репка. Каждый вечер в течение недели всех желающих ждут во Дворце культуры машиностроителей. В законодательном собрании Пермского края приняли новый закон о государственной семейной политике и внесли изменения в закон о поддержке семьи, материнства и отцовства. Один из главных аспектов поддержки, оформленного в этом документе, является поощрение первого рождения в семьях, где возраст женщины от 19 до 24 лет. Какие еще меры социальной поддержки семьи предполагает новая инициатива? Более подробно об этом расскажет завтра гость нашей студии, депутат законодательного собрания Пермского края, председатель комитета по социальной политике Сергей Клипцын. А сейчас коротко о других событиях. Хорошо видеть, прекрасно выглядеть магазин «Оптика» – ваше решение. Прямо в эти минуты в Кунгуре проходит ежегодная общегородская родительская конференция. Основная тема собрания – Кунгур – территория счастливых семей. В рамках конференции запланировано несколько выступлений, связанных с образованием. Какой опыт можно извлечь из истории системы воспитания в Кунгуре? Как занять городских детей посредством системы дополнительного образования? И чем опасно детское одиночество? Вот основные вопросы для рассмотрения. Более подробно об этих темах мы расскажем завтра в очередном выпуске «Города новостей». Не пропустите. Сидевшего несколько дней на дереве кота освободили кунгурские спасатели. По словам позвонившей службы спасения женщины, усатый-полосатый провел на вершине несколько суток и совершенно обессилел, но никак не спускался. На место выехали спасатели «Гор-3», которые при помощи лестницы сняли кота с дерева и отпустили на свободу. Отметим, что когти домашней кошки загнуты так, что дают ей опору при движении вверх по стволу дерева. Но не смогут удержать животное при спуске, а спускаться задом наперед кошки не любят, так как не видят, куда движется. Именно поэтому домашние любимцы застревают на деревьях, сообщает портал «Прокунгур». Детская школа искусств имени Розен приглашает на концерт ансамбля русских народных инструментов «Субботея», который состоится завтра в 18 часов. А 22 марта здесь пройдет отчетный концерт школы и музыку эту «Тебе дарю, земля». Начало также в 6 вечера. Вход свободный. Сделать крыши недоступными для детей и подростков. Общественная организация защиты прав потребителей «Гражданский патруль» предлагает волонтерам страны провести тотальный общественный рейд по крышам многоквартирных домов и выяснить, насколько добросовестно выполняют свои обязанности коммунальщики. Сделать это можно с помощью одноименного бесплатного мобильного приложения. Достаточно сделать фото нарушения на телефон, указать адрес и отправить через приложение. Сервер автоматически обработает жалобы и направит в соответствующую инстанцию для проверки и принятия мер. Рубрика «Дайджест» выходит при поддержке компании СТК. Весь март скидка на «Санфоянс» 10%. Вы смотрите «Город новостей». Продолжим выпуск. Необычная распродажа была обнаружена сегодня днем в Кунгуре. В городе неизвестные выставили на всеобщее обозрение товары, которые никто не захочет взять себе за бесплатно, а тем более купить. Игорь Вертипрахов побывал на странной торговой точке. Рубрика «Мелочи жизни» в эфире. Рубрика «Мелочи жизни» выходит при поддержке компании «Дафа Авто» официальный дилер «Лада». На остановке за Иренью сегодня грандиозная распродажа. Проезжая мимо, мы заметили, что здесь стоит несколько пар обуви, причем разной расцветки и размеров. Так что выбор есть. А если говорить серьезно, то этот остановочный комплекс находится в ужасном состоянии. Вот загляните поближе. И ведь состояние остановки виноваты не власти, а местные жители, которые устроили здесь настоящую свалку. Давайте скажем честно, если даже весь мусор отсюда убрать, то через неделю свалка снова появится. Ведь чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Мелочь, а загаженная. Возвращаемся к наболевшей теме. Сверлова, 21. Мимо этого дома проходит тропинка к детскому саду. И помимо обычных горожан, утром и вечером здесь проходят десятки детишек. Но я бы со своим ребенком здесь не пошел. Никто не просит убирать снег с крыш, когда нет опасности. Но здесь-то угроза прямо над головой. Конечно, управляющие компании не могут отследить весь снег на крышах в городе. За этим могут следить только жители. Так давайте же скорее решим эту проблему, чтобы обезопасить проход детей к детскому саду. Мелочь, а нужно убрать. Помните повесть Гоголя «Мертвые души»? А вот в Кунгуре, на улице Детской, на мусорке мы нашли мертвые баки. Ну, посмотрите на этот контейнер. Сразу видно, что он больше ни для чего не пригоден. Так зачем он здесь стоит? Тем более, что совсем рядом мы нашли такой же неработающий контейнер у его брата-близнеца. И вот смотрите, какая получается ситуация. С одной стороны, конечно, виновата управляющая компания, которая не увезла эти баки. А с другой стороны, представьте, вы идете с пакетом мусора и выбрасываете его в этот сломанный бак, который никто не вывезет, и уже через неделю весь этот мусор будет у вас во дворе. Мелочь, от которой необходимо избавиться. Я знаю. К новостям культуры. Музыкальная студия «Старая коллекция» отметила на днях свой 10-летний юбилей. И, как всегда, в компании своих лучших друзей, почитателей творчества. Репертуар у коллектива состоит из знакомых всем запоминающихся мотивов, эстрадных песен, которые задевают самые тонкие струны души. В чем и убедилась наш корреспондент Светлана Воронцова. Однажды встретились четыре разных, но увлеченных одним делом человека. Крепкие узы творчества так сильно связали их вместе, что они больше не расставались. Таким образом, зародился в городе творческий коллектив «Старая коллекция». И вот уже 10 лет они радуют кунгуряков своими яркими зажигательными номерами. Несколько лет назад, так получилось, нечаянно собрались четыре человека под крыло руководителя Пестерева Александра Викторовича. Сначала это был просто интерес, потом нам стало немножко скучно, и мы захотели кому-то показать, чему мы научились, чего мы достигли. И благодаря руководителям Театра молодежи, в то время еще это была Третьякова Мария Николаевна Глебова Елена Владимировна, они в нас поверили, они нам дали шанс, и мы до сих пор с ними сотрудничаем, развиваемся, работаем, творим. 10 лет для коллектива – это только начало творческого пути. Но несмотря на это, солисты студии уже добились всеобщего признания, в чем просто нет сомнения. Ведь ценителей творчества вокальной группы оказалось настолько много, что зал едва вместил всех желающих. Коллектив порадовал зрителей знакомыми песнями 70-х, 80-х годов и другими любимыми композициями, тем самым подарив кунгурикам отличное весеннее настроение, чем полностью оправдали название концертной программы «Живи весной, живи и пой». Как оказалось, 10-летний юбилей – не предел. Вокалисты музыкальной студии «Старая коллекция» и дальше планируют радовать поклонников своим творчеством. Поддержать своих в их стремлении сегодня пришли и их коллеги. Самое главное, чтобы у всех членов нашего коллектива было хорошее здоровье. Мы будем стараться работать дальше, радовать себя и других. Юбилейный концерт жители встретили на ура и буквально не давали артистам покинуть сцену бурными и продолжительными аплодисментами. А это самое главное свидетельство музыканта о том, что их творчество востребовано. Светлана Воронцова, Алексей Долгоруков, Игорь Конюшков, телекомпания «Кунгур». Юных пианистов Пермского края на днях в «Кунгуре» объединил третий межмуниципальный конкурс «Юный виртуоз». Уже ставший традиционным, он из года в год собирает юных талантов региона. Конкурсное прослушивание включает в себя пять возрастных групп. Виртуозное владение фортепианой и техникой в этом году продемонстрировали почти 60 музыкантов. Наибольшей популярностью у конкурсантов пользовались этюды Карла Черни. Среди произведений современных авторов и композиторов классиков привилегированное положение заняли Прокофьев, Хачатурян и другие. Подбодрить ребят впервые приехали и старшие коллеги, студенты Пермского музыкального колледжа и Института культуры. Продемонстрировали навыки в музыкальном концерте. Не обошлось и без напутственных речей к юным виртуозам. Я участникам желаю уверенных, хороших выступлений. Членам жюри слаженной плодотворной работы, но всем зрителям насладиться прекрасным миром музыки. С праздником! Продолжение следует... Все участники получили памятные подарки, а победители были отмечены дипломами и сувенирами ручной работы. К новостям спорта. Подошло к концу первенство по баскетболу в зачет спартакиады среди городских школ. Минувшие выходные школьники встретились на завершающем этапе, чтобы побороться за звание лучших. Состязания проходили около двух месяцев и включали в себя 9 туров напряженных игр. Достойно представить честь своей школы в этом сезоне собрались участники 9 мужских и 7 женских команд среднего возраста почти всех городских школ. Никто из юных спортсменов не хотел уступать. По итогам заключительного тура первенства по баскетболу среди городских школ тройку лидеров среди девушек замкнула команда 21 школы. Серебряными призерами стали спортсменки 18-й, а победу одержала команда лицея номер один. Среди мужских команд победу одержала команда 10-й школы серебро лицея номер один. Бронза досталась первой школе. В скором времени стартует новый дачный сезон. Если ваш домик нуждается в ремонте, а для удобной транспортировки саженцев необходим автомобиль, в этом вам может помочь банк «Восточный экспресс». О его новых выгодных условиях смотрите в нашем следующем материале. Главные гендерные праздники остались позади. Казалось бы, поводов для трат станет меньше. Однако весной всегда найдется то, на что нужны дополнительные средства. Подготовка автомобиля к летнему сезону, работы на садовом участке, походы в спортзал. Если средств нет, то куда идти за ними, как не в проверенный и надежный банк? Весенний спрос на кредиты – обычное дело. Люди ощущают потребность в обновлении. Будь то гардероб, дача, квартира, покупки. Деньги нужны всегда, а банк готовь их всегда предоставить. Доллар медленно сдает позиции по отношению к рублю. Цены на нефть ползут вверх. Звучат осторожные прогнозы об укреплении экономики. А как это отражается на потребительских кредитах? Экономическая обстановка сегодня позволяет идти навстречу клиенту, оперировать процентной ставкой, подбирать более выгодные гибкие условия по кредиту. Например, у нас есть такой кредит до 50 тысяч рублей сроком до 3 лет с процентной ставкой 15% годовых. Спрос диктует предложение. Поэтому всегда, когда есть потребность в заемных средствах, есть варианты доступного и выгодного кредита. Остается только выбрать те условия, которые подходят именно вам. На сегодня это все новости. Далее смотрите рубрику «Экономим» и прогноз погоды. Ну а я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания.